МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала дистанционно учились, теперь дистанционно отдыхают. 2020 год оренбургские школьники запомнят надолго. Онлайн-смена как альтернатива поездке в лагерь. Перед педагогами стоит непростая задача представить такую программу, чтобы она могла, как говорится, зацепить детей и подростков, охватить максимальное количество ребят всеми возможными вариантами удаленных форм коммуникации. Здравствуйте. В эфире программа «Планета творчества». Меня зовут Анна Немых. В ближайшие 10 минут мы расскажем, как юные оренбуржцы проводят лето онлайн. Забегая вперед, скажу, программа действительно впечатляет. А начнем мы с батл-блогеров. 29 ребят из самых разных уголков Оренбуржья. Все они воспитанники образцовых хореографических коллективов области, победители конкурсов и соревнований. Они прекрасно знают, как с помощью языка танца передавать свои чувства и мысли. Теперь педагоги Дворца творчества детей и молодежи имени Виктора Полиничка ставят перед ними новую задачу – рассказать о том, что их интересует, используя телефон и обороты русского языка. А чтобы было интереснее соревноваться, пригласили в профильную онлайн-смену под названием батл-блогеров. Вандализм во всем мире воспринимается как одна из форм деструктивного, девиантного поведения человека. Навсегда ли это так? Четыре причины, почему стоит начать заниматься граффити прямо сейчас. На раскачку времени нет. Всего за две недели ребята должны научиться ораторскому мастерству, понять, как найти и удержать свою аудиторию, перестать бояться видеокамеры, научиться хорошо выглядеть и звучать в эфире. Обучение дистанционное на платформе видеоконференц-связи. Каждый день участники профильной онлайн-смены получают задания, а вечером – итоговый балл. Освоить непростую профессию помогают блогеры из Москвы – Яна Горбовская и Иван Калмыков. Каждый блог индивидуален. Вы не найдете одинаковых блогов. Даже если вы будете пытаться что-то в наглую скопировать, у вас не получится так сделать. Самое интересное начинающих блогеров ждало в конце смены. На суд жюри каждый из них должен был представить итоговую работу. Дети с удовольствием представляли проекты. Проекты, знаете, они были разные, романтические. Они были очень такие сочные. Они очень были, даже были профессиональные, я бы сказала. То есть ребенок создал блог, где он может себя позиционировать как шоумен. Итоговые работы оценивали московские эксперты. Юрий Черный – руководитель Центра по изучению проблем информатики. И Леонид Барков – исполнительный директор Ассоциации специалистов медиаобразования. Творческий подход юных оренбуржцев не оставил равнодушным столичных блогеров. Ваш проект очень интересен, он смел, он заставил меня задуматься. Казалось бы, что-то очевидно, а вот вы как-то вспахали почву. В итоге победителей оказалось сразу четверо по количеству номинаций. Лучшим видеопроектом признали работу Ульяны Гумеровой из Медногорска «Изнанка вандализма». Самый удачный фотопроект у Арчанки Сабины Абдрахимовой «Лето в деревне». Победителем в номинации «Текстовый блок» признана работа «Трудности обучения в деревне» Оренбуржца Антона Трукунова. Первое место среди инстаграм-блогеров заняла Дарья Редько, и ее работа – шоу «Да-да». Итак, год назад, когда я закончила девятый класс, я подумала, что нужно пойти в десятый, в одиннадцатый, начать учиться и так далее. Но я не знала, на кого хочу пойти после одиннадцатого класса. Тут я села летом, начала думать, задумалась, я думаю, куда же я хочу? И поняла, что работа моей мечты – это, наверное, аниматор. Две недели обучения пролетели как один день. На закрытиевой площадке было все в традициях детского здравительного лагеря. Теплые слова от участников, организаторов и спикеров, награждения лучших, обещания дружбы и слезы расставания. Организаторы намерены повторить батл-блогеров, но уже в гораздо больших масштабах. А вы знаете, что в Оренбурге можно провести техно-лето онлайн? Кванториум предлагает принять участие в необычной профильной смене – инженерные каникулы. Она рассчитана на детей от 10 до 17 лет, увлеченных техническим творчеством. В удаленном формате юно-оренбуржцы не только знакомятся с основами программирования и учатся писать приложения для Android, но и открывают для себя совершенно новые направления деятельности. Во время профильной смены юно-оренбуржцы научатся скетчингу. Это современный и очень популярный вид рисования. Такая техника давно используется как основной инструмент для дизайнеров и тех, кому нужно быстро донести свои мысли и идеи с помощью рисунка. Дети узнают и все тонкости 3D-моделирования в Тинкеркат, а также научатся проводить домашние эксперименты из серии «Занимательная физика и биология». Мы берем бокал с водой, сверху накрываем его вот этим вот густойком и резко переворачиваем. И так. И это далеко не все, что можно освоить в профильной смене Технолета 2020. В нашем лагере, как и в любом лагере, есть несколько кабинетов. Вот здесь, с левой стороны, мы можем это увидеть. Вот то, что это чат технический английский, чат кванта шахматы, мир программиста, мой первый робот. Это все те программы, на которых учатся наши дети. Здесь есть программ технической направленности, 270 участников профильной смены, организаторы говорят. Плюс дистанционного обучения в том, что каждый ребенок за один день может посещать по 2-3 направления. Достаточно лишь компьютера и доступа в интернет. А еще юным оренбуржцам Технолета 2020 предлагают принять участие в конкурсах и заработать кванта-чеки. У кого окажется больше всех, того ждут призы и подарки. Участников необычной профильной смены настолько переполняют эмоции, что они слагают стихи. Почему я на дистанте в кванте? Мне тут нравится все, представьте. Ну и что ж тут дорывка в дистанте? Мы в команде. Проектируем 3D-модели в тинкер-кайке. Пишем IT-программу в азарте. И рисуем. Лишь тему давайте. Ждем. Кванториум нам открывайте. А еще этим летом можно потанцевать онлайн. А также потренироваться с ведущими спортсменами России. И тоже по удаленке. Свою, не менее насыщенную на самые разнообразные активности программу представляет Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа. Сложно поверить? Сейчас все видите сами. А это уже джаз-дэнс. Новое направление в киберспорте. Своеобразная игра для тех, кто обожает танцевать под любимые композиции. Все, что нужно сделать, это скачать программу, выбрать композицию и попытаться повторить движение на экране. По результатам присваиваются баллы. Впервые в этом году областная детско-юношеская спортивная школа организовала турнир. Чтобы была мотивация к занятиям физической культуры. И мы предлагаем новые формы, более интересные формы, нежели виды спорта, например. Не для всех посильные для освоения видов спорта. А здесь это оздоровительная направленность, это массовость и, в общем-то, и доступность. Идея настолько понравилась юным оренбуштам, что о своем участии завели сразу 12 команд из разных уголков области. У танцоров есть всего одна попытка, чтобы заявить о себе. Спасибо большое, девочки. Так, вы помните, да, что по количеству набранных баллов у вас есть шансы попасть в финал. А это уже мастер-класс от чемпионов. Бронзовый призер чемпионата Европы в эстафете 4 по 100 метров Кристина Макаренко рассказывает, как нужно тренироваться, чтобы стать победителем. Ваша стопа уже должна в воздухе быть готова к тому, что она встретит дорожку и оттолкнется от нее, как мячик. Перед нами стала вопрос, задача, как переориентировать наших детей, то есть сохранить систему спортивной подготовки, тренировки, систему дополнительного образования в новых условиях. В условиях, когда мало кто может выйти из квартиры, выйти из дома, и чтобы они могли заниматься самостоятельно. Когда мы начали с того, что вроде бы сначала своих спортсменов попросили разработать комплексы, сами предлагали участникам, а затем нам пришла идея, чтобы организовать областную профильную смену онлайн, пригласив ведущих наших чемпионов страны, тренеров, спортсменов, которые, по большому счету, благодаря Федерации легкой атлетики откликнулись. Впервые в этом году у юных спортсменов Оренбуржья появилась уникальная возможность посетить мастер-классы ведущих чемпионов страны и их тренеров. Помимо секретов спортивной подготовки, они подробно рассказывают и об антидопинге, медицинском обеспечении, самомассаже. Все те вопросы, на которые зачастую в муниципалитетах некому ответить. А если кто-то не успел посмотреть онлайн, эфиры есть в свободном доступе на сайте и в социальных сетях областной детско-юношеской спортивной школы. И это лишь малая часть большой планеты творчества нашего региона. Несмотря на то, что это лето особенное, оно проходит не менее интересно, познавательно и разнообразно. Культурные и образовательные площадки Оренбуржья все больше объединяют свои усилия для того, чтобы даже в таких непростых условиях у наших детей была реальная возможность продуктивно провести летнее время. Главное было бы желание. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что найти все выпуски вы можете на официальном сайте ОРТ, media56.ru. До встречи на нашей планете творчества. Редактор субтитров А.Семкин